привет друзья подписчики моего канала просто зрители случайно нашего магазине у нас интересную рыбку экзотическую для меня называется лакедра он же желтохвост выйдем сразу купил и думал как бы подумав как бы и приготовить чтобы попробовать чтобы был раскрылся и вкус ни разу не пробовал первый раз делаю нужно сделать ее горячего копчения шкура у рыбы плотная шершавая и думаю в горячем куче не это будет идеально шкурка сохранит форму не полопается ну должна у нас учитель теоретически пока ну а так как рыба экзотическая предлагаю экзотический вариант горячего копчения во первых мы сейчас вы посолим необычно а потом необычно закоптим смотрите до конца и все покажу сейчас друзья первым делом выпотрошу просто по брюшку распарю уберу внутренности и жабры и будем солить думал процесс очистки показывать не обязательно тут ничего интересного нету всю эту грязь сейчас буду урагово не быстренько разделы и продолжим хорошо это друзья рыбку помыл почистил внешне похоже на скумбрии но от скумбрии отличает ее те что ребра у нее не отстают это уже хорошо как на вкус не знаю посмотрим как все рыба подготовлен по весу было два с половиной килограмма здесь нам с небольшим ну в минус жабры минус потрошки округляем 2 и 5 килограмма общий вес двух рыб она побольше она поменьше два с половиной в общем для того чтобы друзья сэкономить маринад я хочу запаховать ее вакуумный пакет у меня хороший вакууматор кому интересно ссылочку оставлю в описании здесь есть функция маринования и режим важный чтобы маринада не делать мы сделаем все впритык так на два с половиной килограмма рыбы я возьму пол литра яблочного сока из пакет есть натуральный яблочный сока отлично берите его нам сок нужен для того чтобы развести в нем судья соль буду брать мелкую нам потребуется мелкой соли 30 граммов соли на 1 килограмм общего веса то есть рыба плюс яблочный сок получается 3 килограмма по 30 грамм на килограмм 90 граммов это примерно три столовые ложки мелкой соль если будете брать крупную соль то ее нужно будет брать чуточку больше так как у меня посол не сухой от звучный по сути получается берем любую соль него мелко мелко просто быстрее растворится в холодном соке потому что сок я не буду кипятить не хочу яблочком пахнет отлично просто чтобы растворилась и хорошо все это пропитал по-быстрому дальше я возьму специй немного черного перца горошком вот попались чайную ложку и такое же количество по объему я возьму кориандра тоже в зернах используйте специи лучше в зернах они лучше раскрывается сейчас немного их разогнем вот по чайной ложке того и другого не растираем просто рада ли мой какой запах пошел от специй просто бомба высыпаем наш добавляем в маринад сучки 3 4 листа лавровых как мы тоже миленькая так потрем ой разомнём все теперь она хорошенько все размешать чтоб соль полностью разошлась в нашем маринаде друзей тут лук маринад готов для рыбы теперь закладываем рыбу в вакуумный пакет я купил побольше специально пакет и по размеру и думаю туда две рыбки как раз войдет а беру рукавом пакеты и все отрифленые запаиваю двойным швом с этой стороны и второй край тоже сделаю двойной шов думаю ничего сложного нет все очень просто легко и просто сейчас у меня розетка с другой стороны сейчас выливаю сюда вот сделал пакет запасом для того чтобы можно было его подвернуть и маринад у нас звук не стекал в конец поэтому чуть чуть больше пакет отрезал на четверг взливаем сюда тут звук маринад и вакуумируем участвовать им завакуумирует обзор на вакууматор есть кому интересно посмотреть классная штука частым пользуюсь друзья просто едут гости поэтому мне нужно по быстренькому рыбку засолить время засолки в вакуумном пакете увеличил уменьшается примерно в два раза если у вас нету вакуума вакууматор ничего страшного просто берите на 20 килограмма примерно литр полтора соку и из расчета 30 грамм соли на общий вес делать эту звук и заливаете так мы что друзья смотрите что получилось хороший вакуумный упаковщик ведь он справляется даже с важными продуктами маринада более чем достаточно для рыбы вся она покрывается полностью маринадом этот край длинный которая делал просто подвернем его суда вот так все и эту рыбку мы сейчас умираем в холодильник если в приобычном способе засоливания до этой рыбе понадобилось бы ну минимум часов 12 рыбка такой вот этого сумма довольно таки большая бы крупная плотная и и чтобы построить как следует нужно самое мало 12 часов а так на часов 14 16 даже по идее но так как я солю ее в режиме маринования вакуум это все дело происходит намного быстрее и думаю часов 6 7 будет более чем достаточно так сейчас на полежит до вечера а в ночь я ее уже вывешивая лиц все покажу все расскажу все пока убираем холодильник пусть солится так итак друзья прошло 6 половина часов не думаю рыба замариновалась нажала сюда это время в холоде как видите ничего нигде не протекло все плотненько все отлично сейчас я пакет вскрою рыбу повешу вярится чтобы она немного обсохла как непродакционно звучит горячего копчения было сочной внутри ее нужно хорошенько обсушить снаружи поэтому сейчас вечер и на ночь я завешу повешу вывешу ее сушилку турбосушилку под вентилятор и она до завтра подсохнет у меня и уже завтра с утра пойдем коптить я покажу как коптить на чем коптить все подробненько расскажу ну а тут я особо показать больше ничего нет интересного ничего пока кстати можно помыть использовать второй раз кому сильно жалко обычно выкидывают так ну все друзья идут вешать вывешивать ее на вялку потому что сырую рыбу вот мокрую на горячее копчение лучше не использовать лучше ее тушить и потом уже хорошо как следует заказать это друзья смотрите рыба подвяливать шкурка сухая все супер я лил я ее получается двое суток но это может быть у вас там сутки а может быть трое суток она шкура высохла а внутри рыба сырая так она порода на колодку на по брюху с ней все уже хорошо сейчас можно ее коптить и и думаю если все правильно сделать она даже не полупается мы посмотрим как получится так друзья начнем будем коптить пахнет кстати специи вкусненько лавровый листик перчик все отлично хорошо крутые подходят и когда вы ее коптим горячим копчением вкус и аромат специи он не совсем уходит он присутствует я знаю что напишет это нам что после копчения горячего специи не уходят мне это неправда мы солили в тузлуке специи проникли вовнутрь и рыба внутри сама по себе уже пахнет специями и все это вкусно и классно так начнем будем коптить коптите буду на яблоньки щипа яблони пару горстей будет достаточно так дальше добавим яблони зеленый листовой чай покупаю самый дешевый но он отлично подходит вот именно для копчения рыбы примерно вот жменью такую хорошую а также хорошо пахнет чай все замешали коптильную смесь для копчения никакой воды никакого пила никакого вина никакого виски сюда не надо особенно воды любит залить водой взял глупость несусветная так все копчение смесь для копчения готова я будем укладывать ее в шарабан но укладывать будем на веточки смородины веточки смородины будут лежать наверху я все покажу мы их не будем нагревать смесь и щипой чтобы они горели они на ней будут лежать рыба но при нагреве они будут эфирные масла выделять и все это будет идти в рыбку и будет очень вкусно пахнуть это дело сочетание получается изумительная листики рва оборвали ягодки можно оставить они не мешают у нас уже восемь все ветер жухнет все так все закладываем шарабан сейчас покажу в чем коптить и как коптить для копчения использую шарабан так называемый у нас это железный ящик надо его стоит называть шарабан где-то возможно для коптилки горячего копчения неважно как назовете суть одна железный ящик который на дно мы насыпаем смесь для копчения по всей поверхности его не распределяешь обгорело это равномерно снизу клево если намочить все это дело и рассыпать по дну все это будет парить и рыба будет готовиться вас на пару с паром подниматься будет сажа которые будут осаживаться на вашу рыбу на поверхность вашей рыбы и это не очень полезно мягко говоря поэтому само по себе горячее копчение и любое как не полезная штука когда вы замачиваете щепу водой это не полезно геометрической прогрессии вредно так все друзья сейчас ставлю поддон мне обгорает на ганам ангаристы и покажу же видите на щепу ставим поддон она поддон уже накроем фольгой чтобы после капачу жир не горел месяц щепой а просто потом фольгу выкинули могут почищено саму пропадок попадает на него жир и время от времени надо поддон обжариваем сверху решетку а на решетку уже сверху я увожу сейчас веточки смородины вот это хлама или запах пошел классно вот и уже на них я положу сверху сейчас рыбу рыбу вялю с вставками брюшки и укладывал рыбу брюшком а так вот вниз так здесь не получается на вторую полку решетку поставлю чтобы она была пониже друзья рыба уложена сейчас накрываем крышкой и ставим на огонь сейчас я покажу так друзья по огню нам не нужен сильно большой жар поэтому вот небольшой костер прогрев прогоревший на уже углями на него ставим наш шарабан после того как накрыли крышку ждем когда из вот видите с левой стороны сопло как начнет активно выходить дым значит щипа уже начала тлеть гореть работать и мы это шарабан в этот момент снимем уберем в сторону минут на 15 у нас постоит из 15 минут повторим этот манер и так три-четыре раза все время копчения займет примерно час вот видите начала щипа гореть дым пошел это всюду вот сапогова на повалю все теперь там сейчас выгорит кислород он выгорает буквально за секунды моментально и там создается упаков и происходит копчение сейчас можно его снять с огня если хотите рыбу именно шарабан ну печеную то можно оставить конечно так как мы рыбу засушили подвяли хорошенько то сильный жар мне там сейчас не нужен вот видите крышка уже нагрелась все снимаем с огня и ждем 15 минут через пятнадцать минут повторим эту процедуру и так в течение часа четыре раза я убрал с мангала шарабан и сейчас там уже работает у меня щипа как перестанет активно идти дым снова поставили нагрели сняли и так вот четыре раза по 15 минут интервал примерно брать все это дело происходит вот уже видите опилки перестали дымить вот все снова ставим снова нагреваем как начало гореть умираем и судьбу мы дальше понятно так итак друзья когда рыба почти готова все три четыре раза я нагрел ставлю последний раз последний нагрев вот угли уже почти прогорели там просто остатки жара и теперь нужно ее подсушить чтобы она сверху обсохла так как к ящик железный крышка холоднее получается конденсат вниз горячо вверх прохладных позже конденсат рыбкость она маленько мокнет ведь что получается поэтому просто и открываем и оставляем еще буквально на 15 минут чтобы она обсохла сверху и уже можно будет пробовать вот такая штука у нас получается сейчас сюда делаю и покажу уже получилось жар водить большой и она быстренько час обсохнет и так друзья смотрите рыба готова давайте посмотрим как это выглядит все ну как ну и самый главный вопрос сочно это или нет что что пахнет это все вкусно смотрится хорошо это видово понятно давайте возьмем покрупнее которые морить ведь с нее бежит хотя рыба была подсушена и подсушена хорошо давайте одну откроем час по шкурки я вам покажу шкура кстати не полопалась все целенькая так открываем чтобы вам было хорошо видно смотрите на это запах стоит вы даже не представляете как все это здоровски пахнет так палочки можно убрать уже из брюшка а смотрите насколько это все сочно ведь с нее бежит нам и видно что по руке потекло давайте вот так все то что сочно дом вопросов ни у кого не возникнет гляньте на это мясо первый раз пробовала кедру ни разу не пробовал мясо свои яйца как у лосося я пробую я это офигенная рыба если вы эти берите однозначно не знаю может как она жареная не пробовал но горячего копчения на просто обалденно мягкая нежная без костей с легкой кислинкой от яблочного сока вообще не соленая практически как нужно быть не пересовывание да мне не досол все идеально по соли ну для меня на мой вкус вкус офигенный кушает рыба достойная 100 процентов стоит попробовать этот рецепт не найдете его кедры возьмите скумбрии тоже неплохо будет ну к этой рыбке это просто офигеть очень вкусно очень ладно друзья на этом я прекращаю это видео всем кому было интересно и полезно это видео ставьте пальцы вверх кому не интересно и бесполезно ставьте пальцы вниз самое главное пишите свои комментарии кому что непонятно кто-то может подняться своим рецептом пишите все читаю 2 7 ответить все друзья на этом заканчиваем всем огромное спасибо что смотрели это видео до конца и всем до встречи и всем пока на подходе следующий рецепт будет что-нибудь из горбуши покажу как приготовить вкусно ее но это просто пушка все друзья ну смотрите мить сколько с нее на текло сока подвяливайте как следует рыбу перед горячим копчением и она будет у вас сочной нежной и вкусной всем спасибо всем пока